привет любит творче и тут же я чуть-чуть зависла самое главное что я вам хотела сказать очень крутой секрет будет в конце видео и еще я вам ближе к концу расскажу классный лайфхак из собственного опыта так что досмотри до конца лайк не но есть ли есть какой-то интересный опыт у тебя делись им в комментариях и так мы сегодня будем знакомиться с основным элементом для работы со спиртовыми чернилами это изопропиловый спирт изопропанол именно с ним работает большинство брендов алкогольных чернил именно он нам нужен для качественной красивой работы именно с ним у вас получится красивые ровные грани что нужно учитывать друзья что с любым из других спиртов вы не получите нужных хороших эффектов и изопропанол должен быть абсолютированный желательно чтобы он был 99 и 9 процентов так вы получите эффект тонких граней очень часто можно слышать про такой эффект как конденсат давайте разберемся что это такое конденсат появляется тогда когда спирт ну попросту говоря испорчен вследствие неправильной эксплуатации он теряет свои физико-химические свойства как это отражается на работе в работе вы увидите что добавляя высушивая чернила с некачественным спиртом в котором есть конденсат не получается ровная грань грань идет такая рваная на ней собираются капельки их можно посмотреть они знаете такие как немножко жирные что ли хотя на самом деле это конечно же не жир это эффект воды это вода попала в спирт или каким-то образом отконденсировала испортилась вот такие некрасивые грани очень сложно просушить досушить но скажу вам честно с конденсатом тоже можно работать если у вас спирт уже конденсировал в принципе можно работать но ребят для этого нужен очень большой опыт и нужно уметь возвести дефект в рамке эффекта тогда все получится и давайте сейчас посмотрим на примере что такое конденсат и как он отражается вашей работе блин как классно пахнут тюльпаны кстати про запах изопропилового спирта он есть и он достаточно неприятны но хорошо проветриваемом помещении и при небольших объемах работы принципе этого практически незаметно так я обещала показать чем отличаются спирт качественные от спирта некачественного честно говоря я три дня пыталась испортить спирт и он весь у меня получилось его испортить пипеточка я наливаю спирт хороший вот из этой бутылочки я наливаю ложицу спирта который у меня простоял ну там пару дней простоял возьму я возьму я чернилка это martin куница у меня это черри я надеюсь мы увидим этот эффект всегда когда кстати вот тоже лайфхак когда открываете голубочку относите ее от работы потому что частенько бывают какие-то микрочастицы если упадет в работу это вам ни к чему вздули давайте посмотрим напоминаю с этой стороны у нас хороший спирт с этой стороны у нас спирт три дня простоявший вот честно говоря даже вот с первой капельки мы видим чем они отличаются дам видите здесь цель на лежит красивенько так а вот здесь сразу же пошли чернила расслаиваться вы видите этот эффект да здесь у нас лежит вот единой красивой капелькой а здесь они у нас поплыли есть какой-то огород вокруг и есть вот эта центральная точечка я сейчас подую вот чуть-чуть разошлись видите давайте я попробую досушить феном и надеюсь мы увидим простите надеюсь мы увидим этот эффект наглядно когда я смогу досушить феном так смотрю что получается на самом деле ребят вроде как можно сказать epic fail потому что мне за три дня не удалось испортить спирт но вместе с тем я понимаю что разница на большой работе и где вы будете использовать много чернила много спирта она будет более видно нежели на двух вот эти вот прям очках но тем не менее вот видите какие полоски полоски вот такие вот жирненькие собираются на этом образце даже видно что они до конца не просушиваются а вот с этой стороны мы видим такие рваные рваные грани если же посмотреть на этот образец во первых вот эти вот полосочки где плотный пигмент они тоньше и они аккуратнее они просто ровненькие вот нету вот этого эффекта рваности такого я надеюсь вам видно эту разницу и очень хорошо видно вот вот здесь вот где собираются грани где нежно ложится пигмент здесь прям грани такие ровненькие красивенькие плавники здесь они более ребристые окей предположим у меня был достаточно качественный спирт и там было недостаточно конденсата давайте проверим что будет если в спирт добавить воды это нет появилась водичка у нас немножко спирта и давайте добавим воду ха-ха-ха-ха чувствую себя как доктор зло и повторяем интересно она там достаточно перемешался так капаем чуть-чуть спиртика и даю опять выбираем от работы до баночку сдуваем чтобы частинки пылинки не попали капаем капай-капай-капай уху увидите как она сразу забурлила ну то есть уже совершенно другой вид уже совершенно по-другому ведут себя чернила они не стоят на месте тоже надеюсь вам видно просушу слышите создается такое впечатление что чернила мартин куница и мой спирт ним невозможно искусить в принципе но это конечно же не так ребят на этом образце уже отчетливее видно как собирается конденсат вот видите вот эти вот жирненькие полосочки если у вас будет большая соответственно работа вот этот край уже будет невозможно практически просушить температура и так далее посмотрим ну и соответственно мы просто получаем не тот эффект которые ждали от чернил да как бы ничего не произошло такого что нужно сказать все это негодно картина пойдет в утиль нет принципе просто немного по-другому сейчас попробую да вот видите несмотря на то что я просушила большой температуры спирта мне даже на салфетке остается вот вот этот вот именно конденсат вот этого то которую невозможно просто так просушить допустим можно использовать как какой-то эффект так я сейчас посмотрю ребят что я вам еще хотел сказать да давайте поговорим о том как избежать собственно конденсата на весь спирт который у нас есть есть продажи я за него ручаюсь поскольку каждую партию которую получаю я я проверяю на собственных картинах ведь я на нем рисую прежде чем предложить его вам поэтому я знаю что мы качественный и хорошие у нас продажи он всегда есть я уверена в том что я продаю вам но всегда нужно учитывать какое-то но в нашем случае это температурный режим все спирты очень чувствительные к перепаду температуры поэтому какие рекомендации по эксплуатации избегать перепада температур со спиртом допустим на улице холодная холодная зима и конкретный минус вы получили свой заветный спирт учитывайте что он какое-то время ехал по холоду к вам получили вы свой заветный спирт пожалуйста не надо его сразу же приносили к батарее к обогревательному прибору камину или еще куда-то где хорошо тепло и замечательно спирт этого не любит дайте ему остается в какой-то нейтральной температуре тоже касается лето когда вы летом получили спирт была на улице жара и вы заносите в холодок под кондишечку или класс нет для спирта это совсем не класс поэтому пожалуйста избегайте перепада температур и храните спирт в стабильной температуре допустим каком-нибудь помещении которое максимально отдалено от приборов обогрева то есть у меня например мой спирт хранится в коридоре в темном шкафчике вот еще один фактор это свет пожалуйста избегайте попадения прямых солнечных лучей ну скажем так длительного хранения на прямых солнечных лучах это для спирта тоже не хорошо и еще одно работайте со спиртом стабильной температуре то есть ну допустим с ним будет сложно работать если летом у вас комнате плюс 35 старайтесь соблюдать температурный режим примерно 20 градусов плюс-минус будет хорошо вот это все что я хотела сказать по эксплуатации стабильная температура и защита от солнечных лучей я с вами обещала поделиться собственным опытом и как модно говорят лайфхаком не зря у меня на столе тут так много бутылочек расскажу сейчас как сберечь свой спирт максимально долго я надеюсь всем ясно и понятно что хранить спирт в открытой бутылке в принципе нельзя поэтому что делаю я в своей работе у меня есть спирт его так скажем начальный образец вот он приехал там ко мне из магазина допустим он герметично запечатан и эту бутылочку я стараюсь таковое оставить максимально то есть чтобы меньше раз ее открывать в принципе и не сливать спирт который уже был перелит в другую тару обратно то есть у меня есть одна бутылка которая магазинная ко мне приехала когда мне нужно поработать я ее открываю и переливаю нужное мне количество спирта в другую бутылочку с которой я непосредственно буду взаимодействовать в процессе работы сколько там мне нужно 100 миллилитров 200 миллилитров 300 миллилитров с этой бутылкой я работаю я выливаю спирт на работу из нее и допустим я закончила работу спирт мне больше не нужен что я делаю я открываю вот эту бутылочку в которой я работала и переливаю спирт в какую-то техническую емкость ни в коем случае не возвращаю вот этот вот спирт с которым я работала обратно в ту банку ну так просто лучше спирт который уже побывал в двух разных тарах поработал повзаимодействовал с воздухом он уже начинает немножко портится может немножко портится хотя предыдущий наш тест показал что мне не удалось испортить этот спирт даже тремя днями так вот переливаю в техническую и из этой технической бутылочки я уже использую спирт допустим там для протирки борда для очистки баночек для еще чего-то но вы сами знаете что спирт расходуется очень серьезное поэтому иметь вот такого технический который уже собственно не жалко использовать очень хорошо так я еще вам обещала самый главный секрет так вот он ребят чернила мартин куница работают без дополнительных закрепителей концентратор фиксаторов и так далее все что нужно для работы с чернилами мартин куница это не запропанул все это поверьте очень облегчает работу ну и напоминаю вам что лайк улучшает карму но если у вас есть какие-то собственные наблюдения пожалуйста делитесь комментариям буду рада пока мартин куница